Первый раз испекла кето-хлеб в микроволновке за 2 минуты. У меня здесь 2 яйца и 40 грамм льняной муки. Такой получился хлебушек. Он без соли, без сахара и без заменителя сахара. Без каких-либо специй. Вы знаете, он приятный очень даже по вкусу. Следующий прием пищи у меня это 2 бутерброда. Здесь 2 кето-хлеба на 60 грамм, творожный сыр на 30 грамм и слабосоленая горбуша на 40 грамм. И растворимый кофе с заменителем сахара. Всем приятного аппетита! Первый раз сейчас попробовала я кето-хлеб. Я сейчас вот уже доедаю второй бутерброд. Хочу вам, знаете, что сказать, что вкусный хлеб. Я не добавляла ничего. Ни соли, ни специй, ни пряностей, ни сахара-заменитель. Вообще ничего. Мука, 2 яйца и разрыхлитель. Чтобы он попышнее был. Так вот, я вам хочу сказать, что он мне почему-то напоминает вкус кекса. Я не знаю почему. Может быть по вкусу такая льняная мука вкусная? Мне прям даже кажется, как будто он сладковатый какой-то. Вот. Ну, в общем, хочу сказать, что он очень вкусный, приятный. Конечно, наверное, мои домочадцы не будут такой хлеб есть. Но если вы на диетическом питании, это очень вкусный хлеб. Сейчас буду фаршировать перцы. Фарш у меня сегодня с овощами. Первый раз я так буду пробовать есть и готовить. Потому что я всегда фаршировала перцы с фаршем и рисом. У нас любят так в семье. Ну, а на кето-диете желательно углеводы не есть. Рис это углевод. Желательно фаршировать перцы. Кстати, перец тоже, ну, не желательно есть на кето-диете. Но он у меня вошел в 20 грамм углеводов. Поэтому фаршировать я буду перцы с фаршем. Немножко у меня репчатого лука здесь, помидор и морковь. В общем, будут фаршированы с фаршем с овощами. Надеюсь, что это будет вкусно. Девчонки, пока готовятся мои перцы в мультиварке. Слушайте, я хожу и как ку-ку нюху хлеб. Вы знаете, я вообще просто в шоке, почему он так вкусно пахнет кексом. Вообще, я до сих пор поражаюсь этому. Вот. Неужели так ли он вкусно пахнет? Вот льняная мука. По вкусу он, конечно, не кекс, но аромат просто обалденный. Вообще, я в шоке просто. У меня тут кусочек хлеба будет тоже на ужин. Два таких кусочка, они на 60 грамм. Они у меня проходят по, в общем, всем БЖУ. Здесь вот у меня от этого кусочка немножко собака отгрызла. Ей тоже очень понравилось. Блин, обалдеть. Я просто в шоке. Интересно, как будет пахнуть хлеб из кокосовой муки. Наверное, еще больше будет аромат. Надо будет попробовать. Мой ужин сегодня. Это перцы. Ну, в общем, они без риса. Получаются как бы немножко вот так вот пустоватые. Но я надеюсь, что они будут вкусные. И 15 грамм грецких орехов. И стакан простой воды. Всем приятного аппетита. Еще я решила скушать два бутерброда. Здесь кето хлеб на 60 грамм. И творожный сыр на 40 грамм. И моя вода простая. Всем приятного аппетита. Открываю таблицу калорийности. Это вчерашний день. 1157 калорий я набрала. Но для спокойного похудения, для меньшего, чтобы был стресс организмом, мне необходимо набирать 1400 калорий. Как это делать, я пока на самом деле не знаю. Литр 800 питьевой режим. Поменяла я потребление белков, жиров и углеводов. Белки 85 грамм, жиры 89 грамм, углеводы 20 грамм. Возможно, жиров нужно потреблять больше, но я на самом деле не знаю. Те, кто разбирается в кето-питании, если вы знаете, то напишите мне. Завтрак. Творог был и кофе у меня 310 калорий. Обед 443 калории, был черный чай с лимоном без сахара, 2 сосиски, сыр 50 грамм. И ужин 404 калории, было 2 вареных яйца, салат с майонезом, огурец, помидоры, репчатый лук и куриная грудка тушеная 70 грамм. Майонез у меня из магазина, но его, наверное, может быть, лучше вообще не употреблять на кето-питание, либо заменить его на майонез домашнего приготовления, когда вы знаете, из чего этот майонез сделан и в нем нет никаких химикатов. Так, понедельник, значит, это уже второй день у меня получается. 1089 калорий я сегодня набрала, питьевой режим, литр 800. Ну, в общем, вот как-то так я вписалась в белки, жиры и углеводы. Ну, по сути, свой день-то у меня уже окончен, то есть есть мне, собственно говоря, некогда. Так, здесь тоже что-то у меня с вот этими завтраком, обедом и ужином, не те отметки. В общем, завтрак 310 калорий, кофе и творог, 9% пачка творога. Значит, обед 234 калории. Я, конечно же, попробовала кето-хлеб. Мне было очень интересно его попробовать. Сыр творожный с зеленью и горбуша слабосоленая. И ужин. Ужин, конечно, по калорийности должен быть более облегченный, но у меня получается наоборот, потому что я утром не хочу есть. В первые половины дня я есть не хочу. Вот. Все, что начинается, когда я хочу есть, вот у меня после 3 часов. Значит, здесь у меня был фаршированный перец с мясом. Но так как я не нашла вот эту калорийную раскладку по белкам, жирам и углеводам, я добавляла просто отдельно на свою порцию, сколько у меня там помидора, моркови и лука. Просто отдельно это прописала. И все. Значит, грецкие орехи 20 грамм. Случайно я сейчас тыкнула пальцем. Кето хлеб 2 кусочка потом еще было. И сыр творожной зеленью 40 грамм. Хочу сказать, что фаршированный перец, он такой, знаете, диетический получился. В основном овощи, то есть в основном перец вы едите. Потому что когда делаете перец, фаршируете мясом, фаршем и рисом, там, конечно, вы все-таки наедаетесь. Тогда же можно переесть. Потому что рис все-таки там. Рис разбухает. Перец переполняется вот этим фаршированием. А здесь происходит все наоборот. То есть мясо, оно, его количество в перце становится меньше. Перцы, соответственно, становятся больше. Поэтому это на любителя, я считаю, блюда. У меня домочадцам никому не понравилось, в общем, кроме меня. Но мне-то уж куда деваться, да? Раз уж я на диетическом питании. Значит, будем кушать вот такой перец. Раз нельзя кушать рис. Но тут у меня я дописывала питьевую воду. Все, вот такие у меня раскладочки. Посмотрим, что будет дальше. Сама даже не знаю. Само интересно. Но сегодня я уже, естественно, чувствую меньше голод, потому что я сегодня ела хлеб. Вот и все. Так что вот такие дела. Всем большое спасибо за внимание. Увидимся с вами в новых видео. Всем отличного похудения. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok